ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стильный образ предполагает ухоженный внешний вид. Поэтому модное зимнее путешествие начинаем с советов по уходу за лицом. Ведь наше лицо – это визитная карточка. И совершенно для каждой женщины красивая и здоровая кожа имеет очень важное значение. Уход за ней необходим в любом возрасте. И чем раньше вы начнете, тем дольше ваша кожа будет выглядеть молодой, упругой и эластичной. В сказке Снегурочку описывают красавицы. А с собой она беленькая, как снег, глазки, что не забудки. Светло-русая коса до пояса, одного румянца нет вовсе. А румянец-то нам недолго добыть. Прошлась кистью по щеке. Вот оно и готово. А вот чтобы кожа была ровной да сияющей, это надо постараться. Вот вам рецепты народные, для зимы пригодные. Русские женщины очень щепетильно относились к коже лица и знали, как сделать ее гладкой и шелковистой. Только в отличие от современных женщин, у них не было ни косметических магазинов, ни огромного ассортимента. Были только продукты питания и травы. И им удалось их так умело использовать, что больше ничего не требовалось. Например, для придания коже лица здорового, привлекательного вида, а также для разглаживания морщин русские красавицы использовали сметану, простоквашу, масло, жиры и яичные желтки. На Руси издавна для придания коже упругости после парилки купались, прорубили снегу, натирали тело льдом. Вот так наши прабабушки ухаживали за собой. И как показало время, рецепты красоты прошлых веков ничуть не уступают современным косметическим новинкам. Но двигаемся дальше. Путь к красивому образу ведет нас в один из местных салонов красоты, чтобы узнать, какие прически актуальны в этом году. Сейчас мода нам позволяет выбирать любой образ, все, что красиво. Главное, чтобы это шло человеку, главное, чтобы это было красиво. То есть это может быть и какая-то собранная прическа, могут быть распущены волосы. Но, например, конечно, если это ресторан, именно там не кафе, а ресторан, то есть больше, конечно, подходит платье с собранной прической. Но, опять же, эта собранная прическа, как я уже говорила, она не должна быть залита очень сильно лаком, зафиксирована. То есть это более какая-то такая, ну, немножечко даже растрепанный, может быть, вариант, все равно это будет смотреться элегантно. Много девушек приходит, спрашивают плойки. То есть сейчас множество всяких программ, каналов, где можно научиться самостоятельно делать укладки, прически с помощью просто хороших, качественных инструментов. И люди приобретают инструменты и сами дома делают себе те же пудри, либо там вытягивают волосы, те же пучки забирают. То есть вариантов множество. Бывает сезонность. Бывает сезонность, например, там сезон весна-лето, да, модные там какие-то там рыжие, предположим, да, оттенки. Бывает пепельные. Сейчас актуальны, да, тоже пепельные оттенки. Это немножко даже повторяется моды прошлого года. И такие холодные, да, серые оттенки, они в моде. Особенно, как ни странно, среди жителей севера. Хотя, опять же, да, хотелось бы, наоборот, яркости добавить, потому что здесь и так лед, снег. То есть хочется какого-то такого, наоборот, золотого нюанса. Но многие выбирают, да, холодные оттенки, пепельные тона. Но, опять же, да, мода-мода, а человеку, например, может этот оттенок не подходить к лицу. То есть, соответственно, как-то уже находим какие-то компромиссы. Может быть, добавляем смесь, да, цветок. Где-то там какая-то часть волоса окрашена в пепельный оттенок. То есть, чтобы это бликовало, да, где-то присутствуют теплые оттенки. И за счет этого создается такой натуральный эффект. И вроде как моде следуем. Ох и запутанная эта история с волосами. Локоны, пучки, косички. Впрочем, каждый из нас стоит поэкспериментировать. Так и в нужный образ попасть можно. Главное – не пускать руки и каждый день работать над собой. Читает эксперт моды, красоты и стиля и бывший продюсер модного приговора на Первом канале Елена Мореева. Я всегда говорю, что самая важная вещь, которую вы должны запомнить, дорогие девочки, женщины, девушки, барышни, самое главное – запомните, пожалуйста, одежда либо работает на вас, либо работает против вас. Других вариантов нет. Вот если вы хотите перекантоваться, да, думать, а сейчас я сегодня перекантуюсь, у меня куча дел. Сейчас я сделаю каком-то пучок, я сейчас сегодня без макияжа, еще что-то. Это все против вас работает. Либо работает на ваш имидж. А имидж какой? На самом деле страшная штука заключается в том, что это не никакой имидж. Это имидж загнанной лошади. Имидж растворившейся в быту женщины. Имидж женщины, которая махнула на себя рукой. По словам модных экспертов, совсем не обязательно иметь огромный счет в банке для создания стильного образа. Нужно просто прикупить пару-тройку нужных вещей. При наличии базы, состоящей из нескольких рубашек, хорошо сидящих джинсов, подолазки, юбки-карандаша, удачного платья, офисных брюк, вы легко составите лук, который будет отвечать всем пискам моды 2018 года. Кстати, он идет под предводительством желтой собаки. Желтый цвет, согласно восточному учению, символизирует постоянство и мудрость. Многие голливудские звезды сегодня выбирают желтые платья для прохода по красной ковровой дорожке. Этот цвет освежает и дарует особую энергию. Но желтый не только потому, что собака, а в принципе желтый уже второй сезон в тренде. А всем идет этот желтый цвет? А вы знаете, есть разные оттенки желтого цвета. Желтый очень сложный, но не будем забывать, что оттенков желтого существует миллион. И, конечно, цвет желтка мало кому идет. А вот, например, какой-то лимонный или такой вот прям разбеленный желтый, который просто получается таким нежно-нежно-нежно-желтым, идет очень многим русским женщинам, российским женщинам. Что еще? Все оттенки желтого и золота. Желтый цвет отлично дополняет вечернее платье в пол с открытой спиной или декольте. При этом лучше выбирать облегающие силуэты. Если же вы хотите платье мандаринового цвета, оттенка теплой охры или беж, отдайте предпочтение демократичному приталиному силуэту. Такое платье может быть украшено многослойной юбкой из шифона и кружева. Ну а если вы считаете, что цвет солнца вам не подходит, можете выбрать наряд на праздник или повседневный выход другого цвета. Но не забывайте, основным стилем, которым стоит придерживаться в 2018 году, остается ретро от 60-х до 70-х годов. Такие наряды должны быть наполнены женственностью, утонченностью, эпатажными акцентами, сырюшами, плейсировкой и кружевами. С гардеробом разобрались, но все равно чего-то не хватает. Женщина, которая, вот она даже интуитивно чувствует, что это платье ей пойдет или там, это блузка ей пойдет, но она не понимает, как это собрать в комплект. В комплект, да. Да. А стилист, конечно, все это видит в ансамбле. И вот когда собирается ансамбль вместе с аксессуарами, вместе с какими-то изысками, вместе с прической, с макияжем, что немаловажно, то тогда получается, безусловно, образ. Самый настоящий. Женщины, конечно, среднестатистически этого не знают, и не обладают этой информацией. Для создания полного образа используйте украшения, ведь именно они и в наступившем году играют роль основного акцента, затмевая даже обувь и сумки. Пополните шкатулочку в 2018 году крупными, объемными и многослойными украшениями. В тренде женственные цепочки, браслеты, этнические бусы с помпончиками, а также массивная бижутерия в ретро-вариате, декорированная камнями и жемчужинами. Не менее популярны металлические кулоны в стиле арт-деко, подвешенные на длинной цепочке, которая должна доходить почти до талии. Как считают дизайнеры, правильно подобранные украшения придадут образу логическую завершенность. Главное – не перестараться. Мы очень надеемся, что наши модные советы и красивые пожелания помогут создать вам неповторимый образ. Это была программа СИЮН «Зов сердца». Встретимся ровно через неделю.